Музыка Не думала, что настолько интересен этот вопрос, но если вы задаете вопросы, то очень часто я решила показать, как я карамелизирую яблоки для использования этой начинки в пирогах, блинах. Потому что сырое яблоко, оно течет, оно консистенция кашеобразная становится, не каждому это нравится. Поэтому я для начинки немножко яблоки карамелизирую. Вот я взяла яблоки, обрезала, ну где червивое, где ударенное, и вот такими вот кусочками, и небольшими, и немаленькими, вот такими нарезала. Шкурку я не снимаю. Лимонного сока у меня нет, но у меня есть вот немножечко концентрат и немножко сбрызну. Вообще-то лимонным соком сбрызываю для того, чтобы яблоки не темнели. Это для шарлотки, например, там где яблоко должно быть светлым. В моем случае они будут карамелизированы, поэтому цвет не очень важен, но у меня яблоко кисло-сладкое, эта кислота не помешает. От этой кислоты яблоко будет держать форму, не будет разваливаться. Так, берем обычную сковородку, я вот беру вот такую сковородку, можно взять немножко по шее, чтобы яблоко себя там более свободно чувствовало. Ставлю сковородку на огонь. Сейчас нам надо будет сахар, вот я сахар приготовила, и нам надо будет кусочек сливочного масла. Ну и понятно, что еще нужно будет корица, потому что яблоки и корица это одно целое. Сливочное масло. Вот на эти яблоки отрезаю так, граммов 30 масла сливочного и отправляю сразу на сковородку. Масло должно растаять. На эти яблоки где-то стакан сахара надо будет. Масло тает. И сейчас я сразу на сковородку где-то раз, два, три столовые ложки сахара. Не мешаю ничего пока. Просто сахар нужно так рассыпать маслом в него. Теперь высыпаю, видите, у меня даже тут еще сахар, вот он есть. Высыпаю яблоки. Много яблок я начистила. Так, чуть-чуть убираем огонь. И добавляю сахар. Поверху. В общей сложности стакан. Не хватит на беру еще. Вот так по чуть-чуть силиконом. Сейчас огонь убрали. И сейчас сахар начнет плавиться. Я показываю, как это делаю я. Кто там как делает, это вы можете посмотреть, взять их не рецепт. Но вы интересуетесь, как я до начинки карамелизирую яблоки. Все. На маленьком огне пусть сахар тает. Смотрите, что у нас получается. Видите, вот такая вот как жидкость уже на дне образовалась. Вот я сейчас лопаткой вам видна. Вот она. Это очень хорошо. Это немножко сока с яблок и сахар. Вот и начинает сейчас сахар карамелизироваться. Баев очень хорошо рассказывает за карамелизацию сахара. Но не химики, нам это не надо. Нам самое главное, чтобы яблочко у нас покрылось тонким таким сахарным слоем. Поэтому не надо большой огонь, чтобы сахар не горел. Сейчас вот сахар растворится. И мы немножко добавим огонь, чтобы быстрее карамелизировалось. Вот так. И сейчас уже можно добавить корицу. Корица сделает яблочки ароматными. На это количество чайную ложку спокойно можно добавить. Ложку взяла большую. Ложка, раз столовая не влазит, как я взяла, возьмите вот ручкой и насыпьте. Ручкой ложки я имею ввиду, а не ручкой. Так, оп, сразу пошел аромат. Ммм, как пахнет хорошо. Видите, яблочки уже купаются в этом сахарном сиропе. Это классно. Еще сиропчик такой жиденький. Мы должны карамелизировать, пока сироп у нас станет такой чуть-чуть тягучий. Можно добавить немножко температурки. И помешивая, готовим до готовности. Смотрите, я добавила огонь. Видите, как бушует сироп. Бульбашки какие. Но это еще очень жидкий сироп. Вот он должен на таком более большом огне увариться. Видите, яблочки. Они у меня немножечко еще недозрелые. Но они не разваливаются. Вот они так и будут. Кожица будет приятная. Старайтесь, конечно, больше брать емкой, чтобы яблоки не в много этажей были. Однослойно лежали. Смотрите, как меняются яблочки. Я сейчас много сильно получается сиропа. Немножко его соберу, этот сироп. И потом можно сверху полить готовый пирог. Просто я смотрю, у меня яблоки уже готовы почти. А еще много сильно сиропа. Поэтому я его сейчас соберу. Видите, корица какой цвет красивый дала. Чуть-чуть-чуть и все готово будет. Видите, как пенится. Оно как сироп варится. Густой-густой. Так, вот сейчас очень важно. Смотрите, я провожу силиконом и образуется такая дорожка. Она закрывается, видите? То есть уже сироп наш, сахар вернее, с соком яблочным закарамелизировался. Яблочки, видите, какие янтарные стали. Старайтесь, конечно, чтобы не капало на печку, потому что все равно это сахар. Оно у вас как пристанет, оно как мед уже. Вот видите, я провожу, не сразу закрывается. Вот сюда смотрите. Раз, видите? Дорожка такая. Все. Вот на этом этапе мы выключаем яблоки. Не бойтесь. Вот эти вот бульбашки, которые сахарные, это не страшно. Это яблочки будут в такой карамели прекрасной. Больше варить не надо. Вот как только стала дорожка закрываться после этого, все достаточно. Все, яблоки готовы. Пусть они теперь остывают. Видите, вот на ложке карамель. Вкусно. Пусть остывают, потому что в начинку использовать горячие яблоки в данном случае ни в коем случае нельзя. Начинка должна полностью остыть. Все, мои хорошие. Вот такая вот у нас карамелизация яблок произошла. Они стали такие вот янтарные. И он булькает сахарный сироп, который остынет. И такие яблоки будут очень вкусные. Они не перетушенные. И самое главное, что изделие ваше не потечет. Но я буду сегодня делать большой пирог, потому что крупным нарезала. Но если вы будете делать меньше, то тогда просто, когда остынет, разрезать на более мелкие куски. Но все равно пироги с яблоками не любят мелкой нарезки. Сантиметровые яблочки тогда чувствуются. Они очень-очень вкусные. Все, мои хорошие. Я думаю, что это видео вам пригодится. И оно будет отдельно, потому что мы очень часто... Яблоки это главная начинка, которую мы используем для сладких пирогов. Все, мои хорошие, готовьте. И пусть у вас все получается. Ну а мы дальше... Да, дальше у нас пирог с этими яблоками. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!